Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие», и сегодня мы будем читать 23 главу этой книги. Здесь содержатся законы «Кто может и кто не может войти в общество Господне?» О ритуальной чистоте военного лагеря, о как ходить в туалет на войне, о беглом рабе, о культовых блудницах и блудниках, запрет ростовщичества и об обетах, и пища прохожего, чем должен питаться странник. Итак, первый закон «Кто может и кто не может войти в общество Господне?» У кого раздавлены ядра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Имеется в виду, что так как его жизнь не может иметь продолжения, то он не принимается в общество Господне. Речь идет о неевреях. Далее мы это увидим. В основном о неевреях. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». Кстати, один из малых пророков был сын блудницы, но он преодолел вот эти наследственные дурные качества и возвысился над ними до пророческого служения. Прочитаем снова. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Амонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовек. Но мы знаем случай, когда одна мавитянка вошла в общество Господне. Это прабабка царя Давида, Руфь-Мавитянка. Бывают благодатные исключения из строгих правил, но есть другое истолкование. Мавитянин не может войти в общество Господне, а мавитянка может, потому что мавитянка — это пассивное начало. И выйдя замуж за верующего мужчину, она всецело перенимает в образ жизни. А перед этим она проходит геур, то есть присоединяется к иудаизму. Дальше объясняется, почему амонитяне и мавитяне не могут войти в общество Господне. Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Феорова, от Пифура Мисопотамского, чтобы проклясть тебя. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твое проклятие, проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя». То есть наняли пророка, кстати, не еврея, и он должен был проклясть еврейский народ. Но вместо этого он их благословил. Он предупреждал, кстати, врагов еврейского народа, которые просили проклясть евреев с горы там, в виде их стан весь, что я буду говорить то, что Бог мне дадут говорить, я не от себя говорю. Но за попытку проклясть еврейский народ, Божий народ, он будет убит. Дальше. «Не желай им мира», то есть аммонитянам и мавитянам, которые не проявили гостеприимства. Они не дали ни воды, ни хлеба, когда евреи странствовали. Это страшное нарушение общевосточных законов. Не принять путника. «Не желай им и мира, и благополучия во все дни твои, веки. Не гнушайся идуминянином». Это уже другой народ. «Ибо он, брат твой, не гнушайся египтянином. Ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне». И хотя они были в порабощении в Египте, но сначала они были как почетные гости. Об этом говорится в книге «Бытия». Потом ситуация переменилась, потому что была смена династии. Теперь о ритуальной чистоте военного лагеря или о том, как ходить в туалет на войне. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не войти в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан». Здесь имеется в виду осквернение истечения семени. Это тоже важный момент. Человек должен очищаться. В нашей православной традиции есть на этот случай специальная молитва Василия Великого от осквернения. «Теперь о туалете. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, то есть для того, чтобы сходить по нужде, выкопай ею яму этой лопаткой и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои». «А посему стан твой должен быть свят, чтобы он, то есть Господь, не увидел у тебя чего сравного и не отступил от тебя». Ну, тут, конечно, антропоморфизмы используются, но нету извинения и для военнослужащих, если они не поддерживают чистоту в стане, который, без сомнения, как-то освещался левитами, военными, которых сопровождали в походе. «О беглом рабе. Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет, среди вас, пусть он живет на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняй его». Вот Руси не хватало этого закона, средневековой Руси. «Беглых выдавали». Не выдавали только с Дону. Дон, где вот казачество возникло, с Дону выдачи нет. А с других мест выдавали. Скорее всего, плохо знали закон Божий. Закон Божий как бы поясняет, что если раб убегает, это не просто так. Это значит, что хозяин издевался над ним, притеснял его. А это тоже запрещено. Но так как в некоторых случаях это не очень доказуемо, то он просто остается туда, куда он пришел. О культовой проституции женщин и мужчин. Чаще, кстати, девушек и юношей. Они занимались культовой, обрядовой проституцией. «Не должно быть блудницей из дочерей Израилевых и не должно быть блудника». Блудник – это мужчина, чаще юноша, который торгует своим телом. «И сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господень, в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету. Ибо той и другой есть мерзость пред Господом Богом твоим». А плата блудницы – это заработок проститутки. А цена пса, по истолкованию Афанасия и другие экзегеты истолковывают, псом называется гомосексуалист, который продает свое тело, потому что он стоит в определенной позе на четвереньках, который напоминает положение пса. Поэтому так резко и без всякой толерантности говорится, что нельзя принимать даже пожертвования. От таких людей, конечно, если они не раскаются. Христос говорит, что первые в Царстве Божьем идут блудники и грешники, имея в виду, что раскаяние открыто для всех. А тут нельзя принимать на храм от таких людей даже по какому-то обету. То есть они дали какое-то обещание Богу, он исполнил их прошение, они хотят отблагодарить Бога, нет, от них не принимают. Запрет ростовщичества. Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которой ты идешь, чтобы владеть ею. То есть мы не можем деньги класть под проценты в какой-нибудь русский банк. А если мы знаем, что он никакой не русский, мы можем, иноземцу можем отдавать под проценты. Библия это разрешает. Почему? Иноземец, он потенциальный враг. Если начнется война, он может перекинуться на свою сторону и все деньги переведет быстро туда, чтобы у нас ничего не осталось. Как известно, многие деньги, они лежат в иностранных банках. Поэтому этот запрет, он с некоторыми оговорками. Вот своему нельзя давать, если ты знаешь, что глава банка, значит, это русский человек, это православный человек. Конечно, нельзя. под проценты. А иноземцу, да, можно. Теперь об обетах, то есть об обещаниях, которые дают люди, иногда очень поспешно. В наше время это часто встречаемый грех. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». То есть нельзя медлить с исполнением обета. «Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». То есть ты что-то там хотел сделать, но если ты обета при этом не дал и не смог сделать, то не будет на тебе греха. «Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй, так как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Здесь уже об обете, что он приношение сделает на храм Божий. И последний закон 23 главы. «Пища прохожего». «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади». То есть в корзинку там, в сосуд не клади. «Поесть ты можешь посидеть и выйти». То есть закон Божий, он заботится о прохожем, но если он будет собирать для продажи, он уже вор. «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Помните, апостолы шли по полю, срывали колосья, никаких серпов не было, там растирали руками, потом дули, шелуха эта улетала, оставалось зерно, его ели. Это разрешено законом. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова